Всем привет! Меня зовут Аня. Добро пожаловать на YouTube-канал Киношколы Индустрия. Мы сегодня поговорим с Ксенией Анинбург, студенткой курса «Второй режиссер», об этой профессии, как она в нее пришла и чего хочет достичь. Поехали! Ксения, привет! Спасибо, что пришла к нам в гости сегодня. И давай поговорим о твоем пути в индустрию. Почему ты пришла к нам учиться и почему именно профессия второго режиссера? Я работала на телевидении. До этого у меня были свои коммерческие программы. Я была автором, редактором и ведущей этих программ. И в одном из реалити-шоу на телеканале в Калининграде я познакомилась с исполнительным продюсером, который как раз был принимающей стороной в Калининграде всех проектов. И как-то слово за слово я говорю, у меня есть сценарий, хочу снять свою короткометражку. Почему? Ну вот я посчитала, что телевидение уже слишком тесно для меня. Хотелось попробовать что-то другое, более новое, более широкое, сильное. И я написала сценарий, решила, что могу снять короткометражку. Но что мне сказал мой новый знакомый? «Ксюш, давай съездим на съемочную площадку, ты посмотришь, как это бывает в большом кино, и поймешь, скажешь мне, если ты сможешь сделать хотя бы примерно так же, то мы займемся с тобой твоим проектом. Я помогу тебе». Мы приехали на площадку, у меня глаза рассеянные, что вообще происходит, они большие, куда смотреть, взгляд не фокусируется, потому что все мелькает, все носятся, рад, ты не умолкает. Дикий кипиш, конечно. Это была съемочная площадка героя Карена Ганесяна. Там, конечно же, звезды и Саша Петров, и Машков, и вау, ну ничего себе. И посмотрела серьезности, масштабы киноиндустрии. И сказала, что да, я могу. На самом деле на выходе, если называть продуктом и короткометражку, продукт оказался не совсем качественным. На каких-то этапах случились провалы легкие, ну и я не горжусь этой работой на самом деле на данный момент. Ну а в плане организации, подготовительного периода, ну я справилась на отлично просто. Так что, наверное, уже тогда я понимала, куда именно приведет меня это начало в киноиндустрии. Потом у тебя была площадка сериала для Первого канала. Да. Вот вдохновилась, поступила в индустрию. И как вообще сейчас твоя жизнь идет? Она поменялась сильно? Моя жизнь очень сильно, очень круто поменялась. Потому что обучение на второго режиссера в индустрии подразумевало очную форму обучения. А я жила в Калининграде. Мне пришлось переехать в Москву. С самых первых вводных лекций теории я начала просто менять все свое представление о работе второго режиссера с момента подготовительного периода, как это должно быть на самом деле. Дальше все так понеслось, закрутилось. Нас сразу на практику отправили. То есть, как говорят в третьем классе, школа станет тебе вторым домом. Школа стала мне вторым домом. Школа-индустрия. Потому что у меня был дом, школа, школа-дом. Вот такое вот расположение в каком-то дедлайне, состоянии. Я провела первые три месяца обучения в школе. Ну, это круто. А как практика проходила? На каком проекте ты работала? Первая моя практика прошла на проекте в Бореньке «Чего-то нет». Режиссер Никита Власов, кстати, выпускник индустрии. Он сразу же... До этого были мы незнакомы, но он сразу же отнесся ко мне как к другу, как к какому-то профессионалу и уже состоятельной коллеге по киноцеху. И на самом деле мне сложно давалась практика, потому что я уже с опытом было очень сложно удерживать себя в рамках какого-то практиканта, стоять, только впитывать, смотреть, как все работают, потому что уже хотелось влиться в этот процесс. И на самом деле у меня получилось, потому что я на том проекте отвела как второй режиссер площадку целых две сцены. Мне доверили, поэтому моя практика прошла сразу же успешно, очень интересно, классно, по-дружески, и вот прям семья-семья. То есть вот прям с первых минут общения было ощущение, что вы на одной волне, с одной кухни? Наверное, не каждому придет в голову доверить площадку, а это значит, что тебе второй режиссер проекта передает свою рацию в руки, ты торжественно ее принимаешь, то есть все остальные цеха, которые работают на картине, они теперь будут слушать по рации твой голос, то есть мой. Это очень ответственная задача, потому что если сделать что-то не так, большой съемочный процесс, он просто встанет. Кино — это вечное движение, это вечные дедлайны, все расписано по часам, по минутам, процесс идет со всех сторон, и его не остановить, и если где-то какая-то появится запятая, за которую споткнуться, ну все, просто слаженная вся работа, она рухнет, а это просто несправимые последствия. Но я получила свой шанс, я с ним справилась, и это было очень круто, и, наверное, не просто мы как друзья и с одной кухней, с Никитой Власовым, это, наверное, как раз еще и шанс доверить мне такую возможность. А что означает «отвела площадку»? Что в твои обязанности входило? В мои обязанности во время ведения площадки входили все обязанности второго режиссера полноценно. Это то есть я подготавливаю сцену перед съемкой, у меня актеры должны быть на гриме, я держу связь с гримцехом, сколько у них еще по готовности, я хожу с режиссером и оператором, смотрю локацию, где непосредственно сейчас будет съемка, слушаю пожелания режиссера и оператора, как, куда будет смотреть камера, где мы расчищаем фоны, как будет, куда идти герой, то есть где-то нужно поставить стульчик. Эта уже задача уходит художнику-постановщику, то есть вся вот эта работа перед самим мотором, перед началом съемки сцены, она ложится на второго режиссера, и я это все должна была сделать, чтобы все было четко готово к моменту, когда будут готовы актеры, чтобы пришли актеры, мы начали репетицию, уже в тот момент вся съемочная группа наблюдает за репетицией, поддерживает тишину на площадке, ну и дальше, когда уже репетиция прошла, все готовы, финальная команда от оператора, что он тоже готов, непосредственно я всегда была с ним на связи, операторов, моей команды по рации, камера, мотор, камера идет, мотор идет, помощник режиссера хлопнул, и режиссер уже команду это начали. У Никиты своеобразные были команды, каждый момент съемочный, он начинал с того, что все, тишина, хлопнули, и он и энергия, и начали, именно вот эту энергию собирал, посылал на площадку, где уже актеры в кадре это отрабатывали, ну это тоже прикольно, это фишка, это классно, да. А что тебе дает эта профессия? Наверное, скорее всего, в первую очередь, профессия второй режиссер дает мне безграничную самореализацию, очень активный человек, очень общительный, а это то поле, куда я могу посвятить свою энергию, умения, навыки, и я просто себя чувствую в эти моменты, как дома, с семьей, полностью расслаблена, и только наоборот, заряжаюсь энергией, абсолютно не устаю, и только набираю какой-то такой стержень себя, вот смысл жизни. А какие у тебя планы? Чего ты хочешь добиться в этой профессии? У меня безграничные, очень масштабные планы в этой профессии, потому что на данный момент со своим опытом я могу сказать, что в некоторых цехах с момента даже читки подготовительного периода есть нюансы, которые стоит проработать, как-то поменять, время не стоит на месте, мир идет вперед, и технологии, и все остальное. То есть есть момент, который можно проработать в лучшую сторону. Это мой такой небольшой план, но очень грандиозный, и вот только я устаканюсь, и я пойму, что вот, да, обо мне знают, как о втором режиссере, о успешном втором режиссере, который закончил школу индустрии, и тогда я начну осуществлять свой план, действия его запускать, и думаю, что смогу усовершенствовать уже сейчас отлаженную работу каких-то цехов кино, да, всех цехов кино, с момента подготовки до финала проекта. Это очень глобальные планы и глобальное видение. Скажи, где ты находишь силы, вдохновение для этого? Я просто очень энергичный человек, очень позитивный, и мне не составляет труда находить себе какую-то энергию на новые идеи, на новые проекты, силы, да у меня безграничный запас сил, как будто бы вот 16 человек неугомонный, вот ему вот прям надо куда-то бежать, что-то делать, и там, и там, и там успеть, а у меня как будто бы это состояние, оно у меня осталось, и да, в какой-то степени, я и вправду до сих пор ребенок, но я уже взрослый ребенок, и вот то, что осталось во мне, вот этот заряд энергии, он очень мне помогает. Просто школа столько дает знаний, столько возможностей, и мне кажется, это нормально отдавать школе тоже что-то новое, дарить школе что-то новое, и оставить после себя какую-то частичку, тем более, если ты знаешь, что в школе тебя всегда поддержат, очень активно поддерживают начинание всех студентов, и это очень круто. Вот так приятно слышать, потому что мы внутри говорим про школу как спарту, что мы не жаляем здесь людей, мы не бегаем вокруг, и да, школа дает многое, но и требует многое, и мы говорим, что выживает только сильнейший и самый замотивированный, вот ты с этим согласна? Соглашусь, что обучение в школе индустрия это бой. Нужно выгрызать свои какие-то возможности, пользоваться этим шансом, всегда быть на слуху, быть в тусовке, доказывать, показывать свои возможности и таланты, и тогда все получится однозначно. Ну, а как? Так и в жизни. Если ты молчишь, отсиживаешься где-то, это как, ну, если это спарта, если обучение в школе индустрии это спарта, то кто-то залазит с троянского коня и отсиживается там, кто-то тащит этого коня и остается позади, а кто-то вперед бежит к воротам противника в бой в самых первых рядах. Ну, тут, если такая аналогия, то да, все понятно. Кто-то отсиживается в коне, там он и останется. Кто-то в бой вперед планеты всей, и да, это точно успех, это точно плодотворное обучение, и из этого явно что-то получится. Как тебе учиться у таких именитых вторых режиссеров, как Галина Стрижевская и Татьяна Мисягина? Во-первых, это очень круто. Это когда ты понимаешь, что ты идешь к этим людям, и эти люди будут передавать свои знания тебе, ну, это высший уровень. Это, ну, казалось бы, откуда, если не у них, не от них получать эти знания. Теорию в основном нам преподавала Татьяна Мисягина. Это был очень дельный, очень емкий курс. Повторюсь, что я была на площадке, я ее вела, а вот именно в курсе теоретическом были даны знания о составлении КПП, о работе с вызывными, о предподготовительной периода съемки. Ну, я этого просто не знала. Вот в той ячеечке у меня было прям по нулям. Сейчас у меня все заполнено на 100%. Я уже на данный момент закончила проект, где от начала до конца и планирование, и съемочный период я была вторым полноценным режиссером. И если бы не школа индустрии, я бы не смогла. А у меня получилось. Очень успешно я закончила проект. И это только спасибо нашим преподавателям, Татьяне Мисягиной и Галины Стрижевской. Галина Стрижевская очень много дала информации по форс-мажорам. Что может быть на съемочной площадке? Съемочный день идеальный и реальный. Как вот может быть? Ко всему нужно быть готовыми. Она приводила очень много примеров из своей практики. Она у нее просто безграничная. Поэтому, мне кажется, сейчас мы как вторые режиссеры курса, мы ко всему готовы. Знания получены. Такой вес из практики и вопросом-ответом. Просто у человека знакомого ты никогда столько не узнаешь. Никогда столько нюансов тебе не будут открыты и раскрыты в полной мере. Только здесь и только они. Ну, у вас же еще были приглашенные преподаватели, мастер-классы от разных представителей цехов. Как это было? Помимо основных преподавателей курса Татьяны Месягиной и Галины Стрижевской к нам приходили приглашенные преподаватели. Люди с грима цеха, кастинг-директор к нам приходил, рассказывал о своей работе, продюсер, продюсер FFX. FFX, да. Да, и то есть такие знания, вот они своей узкой направленности, они и так все по полочкам разжевывают. И это очень важно, потому что я студент, который задавал всегда очень много вопросов. На лекции Татьяны и Галины вопрос в основном закидывала только я из-за аудитории. И на многие вопросы мне говорили, Ксюш, подожди, не спеши, не торопись. Мы поняли, что ты уже знаешь, что ты хочешь большего. Ну, придут люди, и вам обязательно это все расскажут. Придут классные люди, просто мастера своего дела. И так оно и есть. К нам приходили и читали лекции дополнительные, лучшие из лучших. И теперь просто знания, даже и на постмонтаже, я знаю, что делать. И если приезжает на съемочную площадку запланированный приезд ребят с FFX, я знаю, как с ними работать, я знаю, что нужно для них подготовить, я знаю, как держать с ними связь, руку на пульсе, и какие моменты должны быть проработаны заранее. Но и как бы нам говорят, что не каждый второй режиссер к этому готов, это знает и умеет с этим работать. А именно мы теперь в курсе и в теме. В общем, просто после этого курса бери и делай. Просто уже руки чешутся, уже скорее бы, скорее бы, да, влиться в какой-то проект, зайти полноценно вторым режиссером, потому что, ну вот, выпилили бриллиант, просто красота какая, вот иди и забирай себе. Вот какими выходят студенты из школы индустрии. Профессия второй режиссер, она для кого? Потому что, по моему опыту общения с этими людьми, это для тех, кто любит организовывать, кто очень, с одной стороны, четкий, структурный, кто имеет внутренний стержень и может управлять другими людьми, в том числе и более старшими, и опытными. А что для тебя это? Чтобы стать вторым режиссером, конечно же, нужны лидерские качества оратора, безусловно. Но это очень маленький процент от успеха, потому что второй режиссер, он должен быть с каким-то жизненным опытом, очень большим, весомым. И жизненном опыте, я подразумеваю сейчас, общение с большим количеством людей, чтобы понимать психотипы разных людей, то есть уже должна быть какая-то база, понимание, как общаться с тем или иным человеком. Должно быть чувство юмора обязательно, потому что без этого там никуда. Очень много всяких стрессовых ситуаций происходит на площадке, еще и в режиме дедлайна, что только усугубляет ситуацию. И как-то отшутиться очень уместно для того, чтобы разбавить атмосферу очень важно. Причем об этом, кстати, тоже говорят в школе индустрии, на курсе второго режиссера, и я с этим безусловно согласна. Стрессоустойчивость должна быть максимально сильная, потому что второй режиссер тот человек, который не может дать волю своим эмоциям, он просто не имеет на это права, потому что вся площадка держится на нем, и уже где-то с третьей смены вся съемочная группа реагирует только на один единственный голос в рацию. После режиссера это второй режиссер, который всегда на связи, который всегда со всеми общается, которого нужно слушать, чтобы понимать, что вообще делать дальше. И если вот этот человек, которого всегда постоянно слышат, даст сбой, слабину, и начнет, не знаю, истерить, паниковать, это максимально быстро передаст всем на съемочной площадке, и просто хаос будет неизбежен, тогда повалится все. Поэтому если говорим про стержень, то в этот стержень должно входить страцсоустойчивость, чувство юмора, умение организовывать, вести за собой лидерские качества, качество оратора, ну и, наверное, физическая, эмоциональная сила, которая бьет изнутри, которая движет тобой, нельзя это терять ни в коем случае. А как ты восстанавливаешься? После съемок тебе нужно вообще это, чтобы, как раз, физические, эмоциональные силы держать в балансе? После съемочного периода достаточно просто выспаться два дня подряд. Уже тогда ты начинаешь вливаться обратно в жизнь, ты видишь, как уходят мешки из-под твоих глаз от недосыпа, ты просто вливаешься, все там, какие-то твои повседневные дела, заботы. Кто-то в спа и ходит, кто-то солярий посещает, каждому свой кайф, кто-то с собакой за город уезжает и так кайфует, то есть, ну, тут уже кому что. Восстановиться после съемочного процесса, если он не был тебе в тягость, не так уж сложно. Реально, главное выспаться, а все остальное дальше по накатам, быстро к жизни возвращаешься, потому что кино ведь это тоже маленькая жизнь. А ты как кайфуешь? После съемочного процесса? Спа, массаж, солярий, собака? У меня нет собаки, лично я восстанавливаюсь, гуляю в парках, очень люблю кататься на самокате, причем у меня самокат не для ленивых, я ножкой отталкиваюсь, проезжаю по 30 километров в день, и прям, ну, я кайфую. Очень люблю отдых возле каких-то водоемов, возле воды, в парке, если есть пруд или озеро где-то, вот прям мое место силы. А что бы ты посоветовала людям, которые хотят поступить к нам или в принципе хотят в эту профессию? Совет будущим вторым режиссерам для начала нужно понять, готов ли ты к этому. Если есть возможность, лучше прийти на съемочную площадку даже может быть в роли актера массовых сцен, чтобы хотя бы посмотреть, как это работает. Второй режиссер, и многие путают с режиссером, нет. Если режиссер сидит возле монитора и смотрит, и репетирует с актерами, и у него какие-то свои задачи, то второй режиссер выполняет на самом деле работу в два, в четыре, в пять раз больше. И это большая ответственность, это очень нужно иметь хорошее здоровье психологическое и физическое. И, наверное, желание, желание, оно может проснуться после того, как ты увидишь второго режиссера на площадке, даже если ты там на заднем плане актер массовых сцен. Наверное, сначала прорваться, посмотреть воочию, а потом уже понять, можешь ли ты или лучше не стоит и никогда не поздно передумать. Да, и пойти чем-нибудь другим заниматься. ты сама кино смотришь, любишь? Я смотрю кино очень редко, потому что у меня не всегда есть время на это, но смотрю. И вот как поперла с первого раза после снимочной площадки обращать внимание, как выставлен цвет, какая склейка, так, ага, оттуда они вот так перешли, камера переставилась, ну, просто я все, я смотрю кино теперь только так, кино, сериалы, все. Это никуда не деть, это в твоей голове, все, только так смотрю. Аналитический процесс не останавливается? Никогда, причем очень помогает, и я какие-то приемы, увиденные в кино, беру себе на заметку в дальнейшем, потому что, ну, сама пишу сценарий, что-то снимаю, и бывает, что люди приходят в профессию очень разной, особенно сейчас очень большой поток новичков в кино, и, ну, особенно если это работа студенческая, понятно, что туда придут такие же студенты, те же люди, которые еще учатся, только начинают свой путь в кино, и какие-то лайфхаки, которые я подсмотрела в кино сама до этого, я могу поделиться с ними, с любым из цехов, если я помню, если я знаю, как можно лучше сделать и оптимизировать ту или иную вещь, я обязательно поделюсь своим опытом, видением, и мы попробуем, обязательно получится это, или это не сработает. Ксения, спасибо большое за такой интересный, крайне энергичный и вдохновляющий разговор, я желаю тебе успехов как в учебе, так и в выборной профессии, и стены школы всегда тебя ждут, и двери открыты. Спасибо, Анна, у тебя очень классные сережки, спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях была Ксения Анинбург, студентка курса «Второй режиссер», и, по-моему, вышла отличная, крайне энергичная беседа, спасибо, что были с нами, и до новых встреч на YouTube-канале «Киношкола индустрии». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и до новых встреч!